Здравствуйте, мои дорогие! В эфире Солнечная Индия. Меня зовут Людмила и я приглашаю вас в гости на канал Индия, какую вы не видели. Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я в таком домашнем. Я на люди в основном не показываю. Сегодня я шью себе. Сегодня у меня никто не придет. Мне никто из заказчиков. Вчера тоже никто не должен был прийти, но вы знаете, у меня сил не было. Вообще никаких сил. Уже несколько дней я себя плохо чувствую. Во-первых, у меня болит спина. Я вон тут сижу, пояс вот этот оделок. Ой, сколько? Да уже скоро неделя, как у меня спина болит. Плюс еще какая-то дикая слабость. Я не знаю, я не высыпаюсь, ложусь. Вчера даже легла рано спать. Ну как рано? В 12 часов. Ну, вы знаете, не смогла уснуть. Валялась, валялась и со снотворным не могла уснуть, пока я вторую таблетку не выпила. Вот где-то к трем часам я уснула, наверное. Вот. Сейчас вот буду выпить. Вот это вот какая-то энергетическая травка какая-то. Травка. Это из Японии какие-то. Может, водоросли какие-то, я не знаю. Это мне из Японии привезли. Короче, моя подруга, это ее сын в Японии живет. И вот он принес. Вот тут какая-то зеленая невкусная трава. Разбавляют только холодной водой. Ну, я имею в виду комнатной температуры, не горячей. Такая бурда, не знаю. И ночью, я же говорю, опять я. Я вчера тут оделась, подкрасилась. И пришла, и все, не смогла работать. Ммм. Какая гадость, это ваша заливная рыба. Ммм. Запить просто водичкой. Все. Сегодня я шью. Взялась за себя. Хотя у меня есть заказы, но я хочу сегодня себе кое-что пошить. Вернее, дошить. Может быть, удастся сегодня дошить, потому что я уже когда... Ну, уже месяц, наверное, назад я начала шить. Это такой semi-stitch. Как наполовину пошитый. Там клинья такие вшитые. Вот. Рукав отдельно вот так просто. Ну, не выкроен, вот так пришит. Как бы таким куском ткани. Но все такое, как шитье. Вот. Мне понравилось. Ну, как всегда, вот это они дают, то, что они дают наверх этого платья, да. Оно вот резное по талии. Оно очень короткое. То есть, у меня получается вот на уровне чуть ниже груди. Получается, вот это вот будет у меня платье. Поэтому я его, естественно, как всегда, перешиваю. Вот. Ну, не перешиваю, и шью, и переделываю, конечно, этот крой, который у них. Единственное, просто я взяла из-за чего. Ну, он был хлопок, недорогой. И плюс там много таких, понимаете, если мне подбирать ткани, там мне дороже получится. Там подбирать столько тканей нужно, там разных, там разные клинья. Вот. В общем, сейчас я вам покажу. Вот. Видите, висит. Висит я никак не это. А! Я уже, видите, я уже и забыла. Мало того, что оно было вот в этом, на этом расстоянии где-то идет, вот лиц заканчивается. Вот такое, видите. Это, вот видите, я это добавила. Вот если это убрать, видите, вот так получается. Плюс, мало того, что это, плюс у меня в груди. Я, как всегда, всегда у меня бедра везде проходят, а грудь у меня другого размера. И она не проходит. Ткани, как бы, неоткуда отрезать. Ну, вот рукав. Я уже рукав тут собиралась, пишет. Вот рукав. Вот. Он и так маленький. Нужно его немножечко расширить, потому что рука уже полная. И вот я, что сделала. Господи. Оно линяет, что ли? А, нет. Господи, я испугалась, что это линяет. В общем, я, где мне взять ткань, чтобы увеличить, чтобы увеличить вот это вот расстояние. Оно было широко. Видите, вот такими клинями оно сшито клинями. Вот. И я просто с боков, с боков я тут отрезала один клин. Так, как вы видите, здесь есть, вот по низу идет вот такая вот вот такая вот штука, ну, в общем, я один клин вот так отрезала. У меня будет вставка и сюда. Вот. И сюда я добавила вот это. Видите? Такую кокетку я сделала впереди. Вот здесь. По плечу. А сюда я решила не вставлять. Сюда я, знаете, как здесь смогла расширить? Ну, спинка-то подойдет, спинка-то не важно. Вот спинка всегда подходит. Вот спинку. Вот я даже не трогаю. А впереди вот такая, видите, вышивка была. Вот такая вышивка была. Вот. И она была, как бы, настрочена. Сделали вышивку и настрочили вот так вот на ткань. Вот. На такую же. Ну, на такое шитье. И вот я взяла, отпорола вот эту вышивку. Затем вырезала вот эту ткань, вырезала. Ставила здесь такие бока. А здесь просто подкладочка такая, потому что тут дырочки просвещаются. Ну, в общем, вот теперь я буду доделывать. Просто я еще тут думала, может быть, здесь мне какое-то кружево вот так вот не просто соединить, а вот такое розовенькое какую-то полосочку вставить. Ну, у меня есть такие кружева с этими вот. Похоже, да, вот это вот. Ну, с зеркалами. Ну, в общем, это я посмотрю. И тогда я вам все покажу. Надо померить. Может быть, мне еще раз ширять придется, потому что я в последнее время, не знаю, вот это из-за жары. Я налегаю на фрукты. Хочется всегда вот фрукты, особенно вот манго я очень люблю и арбуз. И я, наверное, вот поправляюсь от этого, потому что есть стало меньше, но стало больше есть фрукты. И вот я что ни возьму, вот то, что я там полгода назад надевала, я одеваю, у меня грудь вот так вот вся прилеплена. То есть грудь у меня нужно расширять. Уже несколько я себе своих вещей расширила. Ну, как там, были запасы, хорошо, что были запасы. Ну, а это вот, я же говорю, это вот, которые продаются, дешевые довольно-таки, ну, не очень дешевые, ну, нормально, конечно. Когда я пошлю, будет выглядеть дорого. Вот, все-таки шитье, все. И я же говорю, тут оно все подобрано, шитье подобрано, подобрана вот эта ткань такая вот. Видите, вот тоже ткань такая, self-design и шитье. То есть, видите, один клин такой, один клин такой. Поэтому все бы это, я бы только за шитье отдала столько денег, сколько стоит вот эта вот ткань. Потому что, ну, если бы я отдавала вышивальщику, естественно, это очень дорого стоит. Ну, а так, как это делают фабрики какие-то, строчат вот эти полуфабрикаты, вот, им там вышивают за копейки. Ну, все, я пока с вами расстаюсь, потому что тут мне нужно немножечко серым веществом пошевелить и придумать, как же это делать и померить мне как раз нужно. Все, я пока отключаюсь. Вернусь скоро. Сейчас посмотрим, как же я тут хотела переделать. Вот там я, вы видите, показала вам, поставила подкладку. А вот здесь, на линии талии, я думала еще такую, как бы, треугольную, такую, типа, кокетку сделать. И там, может быть, кружево пришить. Вот, я смотрю, подобрала все розовые кружева. Вот, может так сделать. Такое в виде, знаете, как в виде пояса, или как вот будет. Вот такое розовое с золотом кружево. Или же у меня есть из бисера такое нежненькое. Вот это, конечно, нежнее. То более такое индийское. Это более нежное. Ну, как-то не знаю. Перерезать себя, может быть, и не надо. Так, конечно, оно удлинится до самой талии. У меня все равно завышенная получается талия немножко. Ну, в общем, на талии я не буду ничего делать. Вот такое узенькое кружево у меня есть. Я его пришью по горловине. И чтобы где-то оно сочеталось еще, пришью вот тут на рукаве. Ну, все, буду отключаться, потому что мне нужно уже заканчивать, в конце концов, этот наряд. Ну вот, не прошло и двух месяцев. Я закончила свой наряд. И показываю вам в готовом виде. Извините, пожалуйста, я где-то буду повторяться, потому что начало я снимала два месяца назад, а сегодня показываю то, что у меня получилось. Так, ну вот, я пошила себе вот этот костюм. Долго я его мучила. Уже, я не знаю, наверное, в месяц-два я его шила. Все, никак не могла пошить. Этот костюм я заказывала, ну как, покупала по онлайн. Ткань. Ну, это, как вам сказать, семистич называется, наполовину пошитый. То есть, вот он был, вот это, видите, клинья. Вот клинья были. Они были вот еще вот, еще больше клинья. Клинья была, вот оно широкое такое было. Вот. И клинья, то есть, уже все сострочены. Вот эта вышивка была, вот так был кусок ткани квадратный. Вот. И на нем горловина была сделана. Да, горловина была сделана. И вот это, вот видите, вот эта вышивка была нашита. Ну, вот эта ткань была вот, ну вот такого размера где-то. То есть, если, то есть, я вот так вот, если бы я пошила, вот как, ну, вырезала пройму, пришила рукава. Рукава тоже были просто вот так, два куска ткани. Ну, уже, конечно, вот это вот было сделано. Вот этого кружева не было. Вот это кружево было. Вот. И так два куска ткани было. Вот. Нужно было вырезать головку рукава, сделать пройму здесь, пришить это все, зашить бока. Вот. Но дело в том, что, как всегда, в Индии они краят, я не знаю, нужно же как-то рассчитывать на... Тем более, там написано, там написано, сайз, размер написан. Вот. Размер я беру 2XL, 3XL. Некоторые компании 2XL, некоторые 3XL. Ну, в общем, 3XL. Когда я получила эту ткань, у меня вот здесь... Нет, там, по-моему, было написано Free Size, то есть, ну, на любой размер. То есть, у меня, как всегда, у меня... Тут я везде помещаюсь. Даже тут широко было, а вот грудь у меня, как всегда, не помещается. Мне пришлось... И плюс вот это вот место, ну, вот это вот, вот этот лиф, он был вот так. Вот так, под самое горло. И получается, он, видите, где? Вот, вот так. Вот так у меня, получается, вот здесь было у меня, во-первых, маленькое в груди. Во-вторых, у меня вот здесь вот этот вот, получается, разрез. Ну, то есть, знаете, как для береги. Вот такой формы было. То есть, мне нужно было удлинить длину талии переда. Это так называется правильно. Такой термин у нас есть. У швей. Вот. Ну, что же делать? Отправлять обратно. Тоже я по такому сайту заказала. Это не Амазон, который придет и уйдет. Это нужно отправлять обратно. Я уже там заказывала одна же. То есть, вы сами отправляете, потом вам деньги не возвращают. Нужно вот ждать, когда что-то вам понравится, и вы потом купите. Вот, на эти деньги. Ну, это очень долго получается потом. И то неизвестно, что получится. Я тоже там заказала, потом мне пришло еще хуже. Вот. В общем, я решила его не переделать. Решила. Как переделать? Так как я вам сказала, здесь было много клиньев, я убрала по два клинья. В общем, четыре клинья я убрала. По два клина сбоку я отрезала. Ну, отпорола. Вот. И вот, видите, как раз у меня вот сюда вставила кокетку. Вот она. За счет этого у меня опустилась сюда. Вот. Длина талии спинки, переда увеличилась. И спинка тоже. Вот. Получается, горловина тоже. Ну, горловину я потом тоже по новой сделала. Пришила кружево вот такое. Ну, вот как здесь. Это мое кружево. Вот. Ну, до горловины еще. У меня же и тут мало. Я думала вставить сюда кусочки. Ну, вот. В бока, которые у меня остались от вот этих клиньев. Но, опять-таки, вставлять туда кусочки, все-таки это будет заметно здесь. Я не захотела. А я посмотрела, что вот эта вышивка, она не на ткани, а она отдельно сделана вышивкой. И она вот так пристрочена. И там вот такая полностью, вот такая ткань. Ну, вот это вот шитье. Видите? Тут называется chicken work. Шитье. Вот. И что я сделала? Я отпорола вот эту вышивку. Ну, там один шов вот так. В смысле, вот буквой П. Ну, и горловинка там была обработана. Вот. Я это отпорола. Разрезала ткань. Вот саму ткань эту. И сделала, выкроила вот это вот. Видите? Вот этот рельеф полностью вот это я выкроила. А вот в этом месте, где у меня вышивка, я подставила подкладочку, потому что оно просвечивает. Вот. Подставила подкладочку вот это вот. И получается, я все себе нормально сделала. Рукав был тоже маленький. Вот здесь я вставила вот эти, ну, которые здесь у меня клинья были. Немножечко вот здесь я вставила. Вот такое у меня получилось платье. Как вам? Говорите. Вот я надеваю с белыми леггинсами. Потому что можно надевать с розовыми. Ну, розовые как-то будут просвечивать. И поэтому будет как бы не стемнее. Я решила с белыми. Сюда можно розовенький шарфик. Сюда можно белый шарфик. Я вот несколько раз уже надевала с белым шарфиком. Вот так. Пишите, как вам. Вот так или вот так. Жду от вас ваше мнение. Как вам нравится вот это мое платье. То есть легкое, хорошее. Хлопок. И вот такая вот нежная эта. Под него у меня есть, есть у меня жемчуг можно надеть. Есть у меня вот этот розовый оникс. Комплект серебряный. Тоже можно надеть. Сумка есть белая, сумка есть розовая. Есть у меня розовые такие шлепанцы. И вот это. Сейчас я надела белые босоножки. Вот и все. Ну вот и все, мои дорогие, мои хорошие. На этом я расстаюсь с вами. Спасибо вам большое за то, что досмотрели мое видео до конца. Не забыли поставить лайки и написать ваши комментарии. Особая благодарность тем, кто подписался на мой канал. Приходите ко мне еще. Каждый день я жду вас.